Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачева-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в столичном манеже прошла пресс-конференция президента Владимира Путина. В отличие от прошлого года, на этот раз она состоялась в очном формате. Из-за пандемии на пресс-конференции смогли участвовать только 507 представителей СМИ. Длилась она почти 4 часа. Глава государства успел ответить на 44 вопроса, которые затрагивали как внутрироссийские, так и международные темы. Поднимались вопросы здравоохранения и иммунизации населения, поддержка бизнеса в условиях пандемии, социальная политика, проблемы с ЖКХ и рекордные темпы жилищного строительства, комплексное развитие села, демография, поддержка традиционных семейных ценностей. Другие вести. Как соблюдаются санитарные правила Роспотребнадзора в условиях сложной эпидемиологической обстановки? В Куржиново провели рейд по объектам торговли. О том, что проверяли и как проходила проверка, расскажет Али Боташев. Участники рейда участковые полномочные и представители администрации Куржиновского сельского поселения. Продавец магазина «Молодежная любовь» Новохадская с готовностью предоставляет проверяющим журнал санитарной обработки и другую необходимую документацию. Имеется журнал по замеру температуры, по приходу на работу. Больные на работу не допускаются у вас. В магазине имеются дезинфицирующие средства, которые необходимы для обработки. И также имеется рециркулятор. Прибор для обеззараживания воздуха, средства дезинфекции и маски при входе, разметки для социальной дистанции – все в наличии. У каждого покупателя проверяют наличие QR-кода. Дезинфекцию производим каждые два часа, включаем его. Покупатели к вам как в масках приходят? Покупатели в основном в масках приходят. Но если у кого нет маски, у нас есть маски бесплатные, мы им говорим, чтобы они одевали маски. Все очень примерно одевают и как бы соблюдают все правила. По протяжении долгого времени, когда мы сейчас проводим рейды, можно сказать, что уже нарушений намного меньше. Торговые объекты непосредственно купили рециркуляторы. Соблюдаются все правила дезинфекции. Имеются обеззараживатели воздуха, а также проводятся все профилактические уборки, которые необходимо делать. В ходе мероприятия нарушений выявлено не было. Рейды проводятся по объектам торговли и предприятиям общественного питания на территории сельского поселения регулярно, по нескольку раз в неделю. Это побуждает продавцов и покупателей к соблюдению санитарных правил. И препятствует распространению вирусной инфекции. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Урупский район. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 31 720 человек. Из них 27 811 выздоровели. 459 человек госпитализированы. В Черкесии состоялась презентация документального фильма «Имам» о жизни и деятельности Кадия, мусульман Карачаева-Черкесии, Ибрагима Хаджи Качиева. На примерный показ пришли первый заместитель председателя правительства Хазыр Чекуев, председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев, депутат народного собрания, члены правительства, главы городов и районов, представители мусульманского духовенства. В зале собрались люди, которые знали и любили Ибрагима Хаджи Качиева, те, кому довелось с ним дружить, работать и созидать. От имени главы республики Рашида Тимрезова приветственный адрес зачитал первый заместитель председателя правительства Хазыр Чекуев. Почти год прошел со дня ухода Ибрагима Хаджи Качиева. Даже это недолгое время показало нам таким глубоким уважением, искренней признательностью он пользовался в народе. И мы еще раз узнали, насколько большой и невосполнимой оказалась наша утрата. Его услуги были отмечены высокими наградами ряда духовных управлений мусульман, а имя присвоено центральной улице села Дружба, где он жил, служил и нашел свой последний приют. И полагаю, что мемориальный фильм, посвяженный с жизнью и деятельностью Ибрагима Хаджи Качиева, послужит благородному делу увековечивания памяти нашего замечательного земляка. Активный, энергичный, неравнодушный Ибрагим Хаджи внес неоценимый вклад в дело утверждения духовных ценностей общества. Беззаветно служил мусульманской умме. Он был одним из тех, кто стоял у истоков создания Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии. Вся работа Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии была основана на том, что Ибрагим Хаджи есть, и он все это ведет. Я ему говорил, что если что случится, ты, говорит, Джаназа Мой прочитаешь. Ну вот пришлось нам самим читать его Джаназа. Всевышний так определил. Человек, который полностью отдает себя, несмотря ни на что, он быстро сгорает. Авторство идей документального фильма «Имам» принадлежит Марату Дураеву. Снял фильм известный журналист Антон Степаненко. Могу сказать то, что нам всем, и мне, в частности, его очень сильно не хватает. Аллах, член, дед, плет, сын, Ибрагим Хаджиный. И хотел бы поблагодарить своего друга Антона Степаненко, журналиста, корреспондента и телеведущего, за то, что он откликнулся на нашу просьбу и снял фильм о нашем дорогом брате, Ибрагиме Хаджи. Поблагодарить главу Карачаево-Черкесской сублики Ашида Борисовича Тимрезова и муфтия Исмаила Хаджи Бердива за помощь и за поддержку в создании фильма. Время необратимо. Лишь память не подвластна ей. Вернуться в прошлое невозможно, а вот остановить мгновение жизни, запечатлеть его документально – это в нашей власти. «Чтобы знали, чтобы помнили». Мурат Женкёзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия. МЧС предупреждает, с 24 по 26 декабря в горах Карачаева-Черкесии выше 1500 метров лавина опасна. Но сейчас прогноз от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью и утром местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 13-18, местами до 23 градусов мороза, а днём 3-8 со знаком «минус» и в горах местами 9-14 ниже нуля. Дорога гололедится и снежный накат. В Черкесии без существенных осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16 градусов мороза, а днём 4-6 ниже нуля. На дорогах гололедится и снежный накат. Мы всегда ищем настоящее. То, что делает нас собой и позволяет быть такими, как мы есть. То, из чего состоит наша жизнь и что придаёт ей ценность. Наше будущее – это ведь тоже настоящее. Только оно придаёт жизни глубину, цвет и вкус. И поэтому так важно уметь находить и ценить своё настоящее. Внимание! С 21 по 25 декабря распродажа белорусской кожаной обуви для проблемных ног. В городе Черкесск, улица Горького, 8, Центр развития предпринимательства. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. В рамках предстоящего празднования «Столетия автономии» Карачаева-Черкесии прошла научно-практическая конференция «Литература и искусство как духовно-нравственная культура нации. Взгляд сквозь столетия». Мероприятие было организовано Государственной национальной библиотекой имени Халимат Байрамуковой при поддержке Министерства культуры. На конференции побывала наша съёмочная группа. Подробности у Мурата Джангёзова. В работе конференции приняли участие видные представители научной и творческой интеллигенции Карачаева-Черкесии, Народного собрания и органов госвласти. Основная цель мероприятия – привлечь внимание к нашим историческим корням и приобщение молодёжи через литературу и искусство к национальной культуре. «Литература Карачаева-Черкесии, культура, искусство имеют своё яркое лицо, свой колорит. Они за эти сто лет развились во всех жанрах литературы, развились во всех жанрах живописи, музыкального искусства. То есть это время показало, что республика действительно процветает». «От того, как будет сегодняшний литератор, писатель, поэт показывать российскую действительность и российскую историю, будет зависеть то, как будет видеть нашу страну, будут видеть наши потомки». В ходе мероприятия прозвучали доклады на такие темы, как из истории становления Карачаева-Черкесской автономной области, языки и культуры Северного Кавказа в контексте глобализации, литература о войне в контексте нравственно-патриотического воспитания и другие. «Мы все видим, что в последнее время идёт экспансия со стороны Запада, особенно направлено на, скажем так, развал культурных ценностей, значит, нам пытаются исказить историю, исказить культуру». «О резолюции конференции сказано очень много интересных вещей, связанных с книгоизданием, связанных с подготовкой молодых кадров, писателей, поэтов, журналистов. Очень много времени уделено вопросам, связанным с сохранением языков народов Карачаева-Черкесской республики. В резолюции указаны моменты, связанные с чем должны заниматься сегодня школы в вопросах сохранения языка народов нашей республики». Научно-практическая конференция является заметным и важным событием в культурной жизни республики. В ходе ее работы участники обменялись накопленным опытом и обсудили новые инициативы и подходы в возрождении духовной и нравственной составляющей наших народов. Мурат Шинкёсов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Историей современности изобразительного искусства Карачаева-Черкесии в Северокавказской государственной академии открылась всероссийская выставка творческих работ, посвященная столетию республики. Мастерство художников оценил и Карча Биджеев. Пожалуй, нет человека, который был бы равнодушен к искусству. Ведь искусство неисчерпаемо, как жизнь. Главным средством выразительности в живописи является цвет. Яркие образы дарят палитру эмоций рядовым ценителям творчества, которые, созерцая картину, могут не только получать эти эмоции, но и видеть внутренний мир самого художника, создавшего и передавшего его на холст с помощью кисти и красок. Выставка истории и современности изобразительного искусства Карачаевой-Черкесии открылась в стенах Северокавказской академии при участии факультета дизайна и искусств. Приурочена она к столетию республики, но и имеет международный акцент. На экспозиции представлено творчество мастеров живописи. Представленные работы художников из Карачаевой-Черкесии были достоинством оценены Мексике и Греции. Почетный сотрудник Российской академии художеств, а также ЮНЕСКО Греции Ирина Бондарь передала дипломы всем тем, кто участвовал в выставке за рубежом. Правильно говорят, искусство – это философия жизни, это философия каждого человека, его видения. И как хорошо, что у нас есть возможность именно показать внутренний мир, внутреннее содержание человека глубоко и дает возможность самому человеку, который ведет эти работы, задуматься. Это и эстетическое восприятие, это эмоции невероятные, это сила, мощь. Ни одна картина не оставляет равнодушной. Искусство живописи дарит не только эстетическое удовольствие, но и эмоции радости, печали, ощущения любви и ненависти. Существует огромное разнообразие стилей и направлений в изобразительном искусстве, такие как академизм, авангардизм, анималистика, аппликация, лучизм, минимализм, натюрморт и многое другое. Конечно же, все это влияет на аспект существования жизни человека. Кстати, на выставке представлены и работы нашего коллеги, художника, телеоператора Алия Бастанова. Они будто наполнены энергией, которая не позволяет увести свой взор. Международная ассоциация, союз художников, творческого союза, это маститые художники. А наши студенты сегодня, видя их работы, есть на что равняться. И в будущее они смотрят и представляют, к чему они должны стремиться. Это, конечно, большое, я скажу так, учебного процесса работа идет. Первые оценили выставку студенты факультета дизайна и искусств Академии. Понравилась сегодняшняя наша выставка, поскольку каждая работа несет в себе свой смысл. И по этим работам, если всматриваться в каждую, можно определить, понять, что испытывает художник в период, когда пишет эти свои работы. И если их сравнивать, абсолютно разные эмоции. Где-то радость, где-то грусть, где-то счастье. И очень много этих эмоций. Поэтому, мне кажется, за пять минут просмотреть выставку просто невозможно. Все картины очень прекрасны. И когда ты смотришь хотя бы на одну из картин, ты можешь прочувствовать, какие эмоции были у художника, когда он писал эти картины. Мне нравится то, что сколько человек на это потратил времени, сколько у него усидчивости, терпения. У меня столько нету. Я хочу этому научиться. У меня есть идеи, но я не умею их воплощать. Это мы здесь и учат. Выставка будет работать до 31 декабря. Вход свободный. Любой ценитель живописи может порадовать себя и посетить ее с 9 утра до 5 вечера. Харча Биджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Таким был четверг Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас в финальной серии детективного сериала «Тайны следствия». Приятного просмотра и ждите вести. Субтитры создавал DimaTorzok